Для того, чтобы обеспечить высокий уровень образования, нужно позаботиться о создании комфорта для учащихся и воспитанников детских садов. В Славянском районе этому вопросу уделяется особое внимание. Об этом говорят и результаты работы. В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году в Славянском районе была проведена большая работа. Одно из направлений, которое было реализовано, это благоустройство территорий дошкольных и школьных организаций. Благодаря краевой программе ремонт дворов, стадионов и спортивных площадок был сделан в детских садах номер 5 и 14, а также в первом лицее, 44 и 6 школах. Конечно, выполнено очень много. Более 2000 квадратных метров выложен асфальт. Те линии площадка, где проводятся торжественные мероприятия, также выложена плитка. И планируется еще площадка, где мы установим автогородок. Также, конечно, радует нас то, что немножко произошло изменение и на нашем футбольном поле, вокруг футбольного поля установлена беговая дорожка. И к весне футбольное поле будет засеяно травой. В 4-м лицее и 25-м детском саду станицы Петровской работы по благоустройству дворовой территории еще продолжаются. Глава Славянского района Роман Синеговский в рамках выездной строительной планерки посетил эти объекты, пообщался с подрядчиками, проконтролировал соблюдение графика и качество проведенных работ. Территории образовательных учреждений должны соответствовать современным требованиям и быть комфортными и безопасными. Мне очень приятно, что благодаря поддержке губернатора Минича Кондратьева, законодательного собрания Краснодарского края, Юрия Александровича Бурлачко, в крае существуют программы по линии образования. И в этом году, наверное, в первый раз мы 7 наших учреждений благоустроили. Это порядка 32 миллионов рублей, 4 школы, 3 детских сада. Вы видите прекрасный асфальт, прекрасное благоустройство, разметка. Жители довольны, ребята довольны. Поэтому я уверен, что в Славянском районе будут продолжать благоустраиваться наши дворы, школьные дворы, дворы детских садов. В нашем муниципалитете в рамках государственной программы Краснодарского края развития образования на подготовку образовательных организаций к новому учебному году удалось привлечь более 212 миллионов рублей. Помимо проведения капитальных и косметических ремонтов на эти средства, были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, заменено оборудование в ряде пищеблоков, оборудованы кабинеты, точка роста. Центры гуманитарного и цифрового профилей в этом учебном году появились в шести сельских школах.